тема нашего занятия логарифмическое неравенство сегодня мы с вами рассмотрим как решать вот такое неравенство ну давайте начнем немножко с теории логарифм по основанию а от b что надо знать про логарифм обязательно основание больше нуля не равно единицы на основании два условия строго больше нуля не равно единицы и b больше нуля если вы ребята сразу здесь ошибетесь будете писать что-то другое то это сразу же неправильное решение дальше что мы еще видим мы видим например модуль когда модуль x больше нуля когда x не равен нулю подумайте почему так когда у нас когда x квадрате больше нуля тоже когда x не равен нулю но посмотрите а если вы положительное число в квадрат возведете будет положительное отрицательное в квадрат тоже положительно только 0 не подходит то же самое у модуля так дальше что мы еще видим интересное логарифм по основанию а от b в степени 2 н посмотрите внимательно четная степень именно четная 2 4 6 98 мы можем вынести показатель вперед и чтоб при этом произойдет появится модуль у б потому что здесь может быть число отрицательное так как четная степень всегда плюс а здесь уже мы страхуем составе модуль что мы еще видим мы видим что логарифм в какой-то степени эта степень пишется над логарифмом желательно переписывать со скобками то есть весь логарифм степени n и давайте последние два вот эти вот соединим и что произойдет ну например логарифм по основанию давайте придумаем пример 3 а здесь возьмем x в пятой степени и над логарифмом квадратом и первый шаг квадрат вот этот квадрат сначала мы пишем за скупками дальше дальше мы 5 выносим вперед вот сюда получается 5 логарифм по основанию 3 от x в квадрате и только сейчас мы возводим квадрат 5 в квадрате будет 25 и логарифм по основанию 3 тоже в квадрате ну давайте приступим к решению нашего неравенства я предлагаю логарифмические неравенства решать в три шага или в три этапа первое первое это ведем ограничения на x я советую писать такие слова заметим что заметим что ну вот про логарифм я уже написала рассматриваем первый логарифм что мы заметим основание модуль x пишем больше нуля и не равен единице что мы пишем проект с квадрата больше нуля система с первым отработали со вторым x квадрат больше нуля не пишем уже есть решаем эту систему x модуль x больше нуля я уже объяснила x не равен нулю модуль x не равен единице когда когда x не равен плюс минус 1 и и x квадрат больше нуля тоже уже объяснено опять x не равен нулю что получается получается нам нужно на числовой оси x вырезать три точки минус 1 0 и 1 то есть решение этого неравенства можно рассматривать только на этой области далее второе сейчас будем решать наше основное неравенство особо трудные места я предлагаю выписывать и делать отдельно давайте выпишем первый логарифм и сделаем его так как я сегодня объясняла сначала разберемся вот с этим квадратом это раз теперь разберемся с этим квадратом вынесем его перед логарифмом и что мы не забудем четная степень я сегодня объясняла вот здесь посмотрите пожалуйста не забываем ставить модуль и все это в квадрате и о чудо наш логарифм вот этот вот превратился в единицу есть такая замечательная формула логарифм по основанию а вот а это единица и поэтому первый логарифм превратился в число 4 2 в квадрате 4 посмотрите второй логарифм не кидайте сразу применять все свои знания выносить 2 вперед получится модуль посмотрите модуль вообще у нас исчез и если можно не выносить вперед не выносите чтобы не появился модуль и так что получается 4 плюс логарифм по основанию 2 от x квадрате меньше либо равно 6 4 переносим с минусом направо 6 минус 4 2 не ошибитесь это не квадратное неравенство здесь не логарифм квадрате здесь x квадрате справа вместо двойки будем получать логарифм по основанию 2 это логарифм по основанию 2 от 4 все это неравенство мы умеем решать а слева логариф справа логарифм по одному и тому же основанию 22 больше единицы функция возрастающие значит не меняется знак и аргумент и вот это неравенство такое простое с виду очень многие ребята решают неправильно надо перенести 4 налево с минусом справа 0 вот это неравенство осталось решить опять же метод интервала в корне у нас плюс минус 2 и значит минус 2 2 точки черные зарисованы потому что равно больше 2 берем 10 подставляем в левую сторону плюс минус плюс и теперь смотрим на знак меньше значит минус это у нас x значит что у нас здесь получается промежуточное наше решение x у нас в данном принадлежит промежутке промежутку от минус 2 до 2 это еще не ответ осталось сделать третий шаг что мы делаем мы пересекаем 1 со вторым делаю новую числовую ось наношу на нее все наши числа и так минус 2 и 2 только что вот мы рисовали черные точки зарисованы и и 3 выколоты между ними минус 1 0 и 1 так теперь очень аккуратно наносим штриховку как ее делать значит ну давайте нанесу вот эту штриховку а сверху от минус 2 до 2 это вот наш второй ответ теперь к первому пришли посмотрите вся прямая кроме этих точек можно штриховать также сверху но меняя наклон штриховки но давайте снизу и мы должны идти пересечение двух промежутков где она происходит причине вот в этом месте видите да обе штриховки вот в этом месте смотрите пожалуйста и вот только сейчас можно писать ответ не забывайте писать ответ ответ писать обязательно итак первый промежуток от минус 2 до минус единицы будьте внимательны минус 2 черная точка включая дальше пойдут выколотые точки от минус 1 до 0 круглые скобки от 0 до единицы и последний промежуток от единицы до 2 обратите внимание на скобки это очень важно значит это задание номер 15 из профильного уровня и его стоимость ровно 2 балла так вот если вы вместо круглой скобки поставите квадратную вы сразу получаете 0 баллов это грубая ошибка если же вы вместо квадратной скобки напишите круглый выпал вы потеряете на этом один балл и вам дадут всего один балл поэтому очень внимательно будьте со скобками до последнего черная точка квадратная скобка выколотая точка круглая скобка почему-то считается грубая ошибка если вы эту точку берете и и у нас нет в области определения функций мы с этой ночи с этого начинали что этих точек не существует в данном неравенстве поэтому это очень грубая ошибка и так заканчиваем наше занятие я сегодня показала вам решение неравенства номер 15 из профильного уровня показала где можно ошибиться желаю вам удачи в сдаче экзаменов и припогать при подготовке к ним и всем крепкого здоровья